Никто не делал мне ни одного замечания, хотя и про Путина, и про Медведева говорил, и то, что считал нужным, говорил. Однажды только ко мне пришли два молодых человека, одеты по ФСБшному. Я понимаю, в зале должны быть из ФСБ, куда от них делишься, но вы, если есть ФСБшники, вы так расслабьтесь, попробуйте побыть людьми. Недолго. Я выступал в Кремлевском дворце, и ко мне пришли два таких менеджера ФСБшника. И говорят, мы вас хотим попросить, вы в Кремле одно слово не говорите. Я говорю, какое? Они говорят, Путин. Я говорю, такое страшное слово. Они говорят, ну, просто. Я говорю, хорошо, а про задницу можно? Они говорят, можно. Я говорю, у вас, Путин, страшнее задницы получился. Все, больше ко мне не приходил никто никогда. Однажды в прямой эфир юмора ФМ раздался звонок от бывшего министра МВД Нургалиева. Это был момент, когда Медведев переименовал милицию в полицию. Чего ему булькнуло в родничок? С чего с... Ну, он такой менеджер, знаете, такой. Ну, он трогательный. Он верил тогда, что он президент. Молодцы, хоть кто-то понимает нормально так. В пирамиде еще хуже реакции. И он тогда вот решил быть новатором, переименовал. Он решил, что тогда, значит, у нас меньше преступлений будет. Ну, а народу вообще пофиг дым. Милиция, полиция, как были менты, так и остались. А Нургалиев, чтобы выслушаться, у наших министров главное это лизоблюдство же. Он говорит, правильно, и мы будем теперь полицейских обучать гуманному отношению к людям. Нормально? Расписался в негуманном просто сразу. Они не понимают, что они говорят, когда они лизоблюдствуют. И тут он говорит, мы организуем курсы гуманного обучения. Ну, улет вообще. Я не выдержал, я в прямом эфире допустил грубость страшнейшую. Никогда раньше себе такого не позволял. Ну, знаете, вы же Comedy Club видите. По сравнению с тем, что Comedy Club несет со сцены. То, что я сказал, это так, сказка о рыбаке и рыбке золотой. Я говорю, конечно, гуманности надо обучать. Конечно, они будут другими. Если раньше, до обучения гуманности, они засовывали швабру без вазелина, то теперь будут с вазелином. В общем, грубость та еще. Понимаем. Грубость та еще. Но тут же звонок от Нургалиева. Заместитель. Ну, какая-то помощница звонит. Ой, зачем? Как вы можете так про министра внутренних дел говорить? И я в прямом эфире тут же выдаю. Знаете что? Раз вот так вот министр боится шуток, значит, его скоро снимут. Через неделю. Вообще, так интересно слушать, как шутки сбываются. Мне иногда даже пишут на почту, говорят, вы пошутите о чем-нибудь хорошем, в конце концов. А то только гадости ваши сбываются. Действительно, когда Путин пришел третий раз, ну, вот после того, как Медведев перестал думать, что он президент, третье пришествие Путина. Я тогда так и в эфире говорил. Я тогда по радио говорю, ну, если он хочет вернуть доверие народу к себе, как к президенту, надо в первую очередь снять министров всех. Конечно, они его все друганы, так я его в эфире выдаю. И снять он не... Пускай снимет по-советски, с повышением. В Кремле есть антресоли. Как чемоданы? Пускай туда получше. Потому что лучше их содержать, тратить деньги. Они меньше урон тогда нанесут. Нежели, если они будут на местах министров. Слушайте, через три недели он снимает всех министров, кроме Сердюкова. И меня спрашивают, а почему Сердюкова он не снял, если он вас слушает? Я говорю, оставил для публичной порки. Знаете, у меня ощущение, что Кремль меня слушает. Только не всегда понимают, что это шутки. В 90-е годы я пошутил, сказал, что Юдашкину пришла пора заказать форму для российской армии. Я шутил. Но это все такое произошло.